В декабре прошлого года оперативниками профильного подразделения полиции Маякопского района была получена информация о том, что на территории муниципалитета неизвестные лица систематически сбывают наркотические средства. С целью проверки этих сведений, а также установления лиц, возможно, причастных к подобным противоправным деяниям, сотрудниками полиции было организовано проведение оперативных и разыскных мероприятий. В ходе них к сотрудникам ГНК поступила информация, что к данному факту может быть причастен 33-летний житель Маякопского района. С учетом всех установленных деталей и предварительных результатов реализованных мер было принято решение о проведении проверочной закупки. Как только сделка состоялась, наркозбытчика задержали. Стражами правопорядка на месте была изъята марихуана общей массой 5 граммов. Следствием отдела МВД России по Маякопскому району по факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 прим. 1 УК России. Ее санкция до 8 лет лишения свободы. В ходе расследования данного дела и его оперативного сопровождения полицейские вновь получают сведения о том, что к противоправной деятельности может быть причастен и отец подозреваемого, 62-летний житель хутора Гражданского Маякопского района. За что задержан? Подозреваюсь по сбыту наркотиков. МРФ 5 грамм. Купил и отдал человеку. Он деньги давал. Я поехал, купил и отдал. А где брал? У отца. Я у него покупал, потом пацанам отдавал. За марихуану я ездил к нему, когда по сезону, пацаны собрали денег, поехал, полстакана, стакан взял. И за сколько отдавал? Тысячу рублей, получается, коробок. Коробок, да? А стакан? Там 10 тысяч, 5 тысяч, 10. Ты отцу, получается, сколько? Ты всю сумму отдавал? Да. В связи с тем, что оперативникам также стало известно о том, что данный гражданин может хранить дома огнестрельное оружие, было принято решение о привлечении к проводимым мероприятиям сотрудников регионального управления Росгвардии. В один из июнских дней, используя силовую поддержку, оперативники провели на прилегающей территории и в домовладении мужчины обысковые мероприятия. В них также были задействованы сотрудники отдела информации и общественных связей МВД по республике Адыгея, которые осуществляли фото и видеосопровождение. Визит полицейских не оказался напрасным. В результате обыска в его жилище сотрудниками ГНК обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра. В ходе дальнейших мероприятий на приусадебном участке сотрудники полиции также обнаружили по внешним признакам схожей с коноплёй кусты растительного происхождения. В ходе расследования уголовного дела по факту незаконного сбыта на количестве средств марихуана были проведены обысковые мероприятия. На данном домовладении злоумышленника были также изъяты оружие и 29 кустов внешне схожие на коноплю. Позже экспертные исследования подтвердили все предположения оперативников. Изъятым растением оказалась конопля в количестве 29 кустов. Кроме того, криминалистами ЭКЦ регионального МВД в настоящее время проводится баллистическая экспертиза изъятого оружия и боеприпасов, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Сотрудниками ОНК полиции Майкопа по подозрению в покушении на сбыть запрещенных веществ задержаны две студентки одного из средних специальных учебных заведений. Они подозреваются в закладках наркотиков. Девушкам 18 и 20 лет обе жительницы республиканского центра. У одной из них изъято 13 свёртков с мефедроном. Общий вес всего 16 граммов. Установлено, что накануне студентки успели оборудовать несколько тайников, в которых оперативники изъяли запрещенные к обороту вещества соль и мефедрон. По месту жительства одной из фигуранток полицейские также обнаружили наркотическое средство мефедрон массой около 5 граммов, которые она незаконно хранила. В настоящее время, по данным фактам, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Обеим фигуранткам судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее оперативниками ОНК МВД был задержан другой студент этого же образовательного учреждения. У него изъято около 15 граммов соли, которую он планировал сбыть через тайниковые закладки. Беспрецедентные факты осуществления тремя студентами в Майкопе наркозакладок послужили поводом к выработке в МВД срочных мер реагирования. По указанию министра Ивана Бахилова проведено совещание, на котором рассмотрены профилактические и упреждающие мероприятия. Также организовано должное взаимодействие с региональным министерством образования и науки. Проведены встречи с руководством образовательных учреждений. На них рассмотрены вопросы об ужесточении контроля за поведением студентов. Речь шла и о более эффективном участии родителей в контроле за жизнедеятельностью ребят, особенно в свободное от учебы время. Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков даны указания в ходе работы по пресечению фактов незаконного оборота запрещенных веществ особое внимание уделять студенческой среде. Сотрудники МВД посетили утвержденный первым в плане мероприятий Адыгейский педколледж. Они провели беседу, на нее пригласили свыше 600 студентов. Им показали видеоролик, в котором речь идет о наркозакладчиках. Глава МВД по Адыгее Иван Бахилов обсудил вопросы сотрудничества с региональными уполномоченными по правам человека и ребенка. Сторонами отмечено, что весь предшествующий период совместной работы был достаточно плодотворным в решении совместных задач. Наши встречи носят сегодня рабочий характер. Мы обсуждаем проект нашего соглашения, чтобы он носил неформальный характер, внести те планы, которые реально могут работать. Министр поблагодарил Анатолия Осокина и Александра Ивашина за активное участие в рассмотрении актуальных вопросов, касающихся не только соблюдения законных интересов граждан, но и деятельности министерства. В МВД по республике Адыгея есть пример, когда в 2019 году с участием Общественного совета, уполномоченного по правам ребенка и при поддержке главы Адыгеи Мурата Кумпилова, учащиеся начальных классов всех школ региона стали носить световозвращающие жилеты. Во время встречи министр также поздравил Анатолия Осокина, которого глава Адыгеи Мурат Кумпилов наградил медалью «Слава Адыгеи». Обсуждая текущие вопросы, Иван Бахилов внес предложения, которые, на его взгляд, должны придать новый импульс трехстороннему сотрудничеству. Они включают в себя участие в работе Общественного совета обоих уполномоченных в качестве независимых экспертов.